Под аккомпанемент долгожданного летнего дождя в горячем ключе состоялось награждение семей. Глава города приехал в гости к супругам Манжосовым, чтобы лично вручить медаль за любовь и верность. Эта награда учреждена Организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в России. Ее присуждают сружеским парам, считающим семейные ценности главными в жизни и прожившим в браке не менее 25 лет. Виталий и Светлана Манжосовы за долгие годы совместной жизни, любовью и заботой окружили не только родных детей. В 2009 году они впервые взяли под свою крыло детей, оставшихся без попечения родителей. Семерых с тех пор хуже выпустили в самостоятельную взрослую жизнь. Сегодня в семье воспитывается пятеро ребят, в том числе ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Зачем я была и супруги, и детей? Они с мамой заговор такой придумали. Ну, я немножко испытывал, как бы говорил, вот у вас есть красотки, вам захочется новое. А ведь по бюджету ребенку тоже надо будет купить, то есть будет у вас меньше. Если у вас телефон, то хочется более новее. Но у них была своя вещь. А вот мы сидим, обедаем, завтракаем, ужинаем. Ведь еще один может покушать? Может. Ну, вот и пункт покушать. У нас игрушки есть, но какие-то новые кушаем. И таким образом они нас тихонечко-тихонечко, ну, они, это супруга и дети, на меня тихонечко так влияли и надавливали. Ну, этот процесс, знаете, душой надо принять, мозг надо принять, дойти, прийти к этому. Вторая медаль была вручена жителям поселка Первомайского. Супруги Владимир и Вера Крамаренко весной этого года отметили золотую свадьбу. Вера Власовна – настоящая активистка. С удовольствием участвует в самодеятельности и уже четвертый год возглавляет местный ТОС. А супруг всегда рядом, надежная защита и опора и главный почитатель таланта своей супруги. Мою судьбу мне мама предсказала. Ты выйдешь замуж только за него и будешь жить в любви. Вот так она сказала. Любить или жалеть лишь только одного. 50 лет вместе в горе и радости. Супруги Крамаренко все привыкли делать вместе. Сегодня одно из любимых семейных увлечений – садоводство. Это для меня как здоровье. Я утром встала и быстренько сюда в огород пришла. Первым делом – как мои цветочки. Но потом уже перехожу, как мои помидорки, как это. Картошку уже я убрала. Розы уже я обрезала это все. Вот по новой еще картошку посадила. Сад – это для меня тоже все. И яблони, и черешни. Я вышла, малинки покушала. Там сливка, тут черешня, там вишня, там абрикоса. Это все для меня. Даже яблонька у меня вот эта вот стоит. Вот она, хитрая такая. Ну, они такие вкусные яблоки. Она только дала мне приплод, только с прошлого года. Первый раз дала. Я пришла к ней с топором и сказала, вот так, если ты мне не зацветешь, я тебе срублю. Она зацвела. И такие получились яблоки зеленые, крупные. Тут два черенка привил. Тут один, тут один, там два. Чтоб разные сорта были на одной. И круглые, и длинненькие. День семьи любви и верности отмечается в России 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, которые являются образцами семейной любви и верности. Они жили долго и счастливо, в горе радости, богатстве и бедности, болезни и здравии. И умерли в один день и час. 8 июля по новому стилю в 1228 году в городе Муроме. Продолжение следует...